Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами Дмитрий Солодин, вы находитесь на канале, который посвящен инвестициям и трейдингу. Я в отпуске, сегодня не будет Солодин Лайф. Отвечая на ваши вопросы, надеюсь, я вернусь к концу недели. Нужен отпуск, нужен отдых. Ситуация тяжелая, всем известны события и тоже все мои семья переживают. Ну и плюс каникулы у детей, поэтому решили выехать открыть морской сезон. Сегодня отвечаю на вопросы. Первый вопрос. Все обсуждают дефолт РФ, технически и не технически. А чем грозит РФ дефолт при нынешнем уровне разрыва отношений? Что меняет объявление дефолта? На самом деле дефолт, он вроде бы как, казалось бы, бессмысленный, да? Ну, действительно, куда дальше? Но дефолт создает юридическое последствие. То есть, когда у нас блокируются золотовалютные резервы, когда у нас блокируются какие-то имущества юридических лиц или государственные имущества, это блокировка. Это еще не конфискация. Когда происходит технический дефолт, уже есть юридические последствия, юридические возможности, допустим, у стран подавать в суд на страну кредитора и реализовывать имущество должника. Какое это имущество? У России достаточно много имущества по всему миру, какая-то недвижимость. Конечно же, это инфраструктура. Например, в Германии у «Газпрома» есть свои газовые хранилища, которые можно конфисковать и реализовать это на рынке. А как это реализовывается, мы знаем. Естественно, в условиях войны, я думаю, что сделают максимально больно, то есть реализуют это по самым худшим ценам, через какие-то там неликвидные аукционы. Ну, что касается посольств, вроде как нельзя реализовывать имущество посольств, потому что там подписана определенная конвенция, защищается эта конвенция. Ну, блин, who cares, как говорится, в текущей войне всякое может быть. Я думаю, что по идее-то из золотой валютной резервы нельзя накладывать никаких санкций, по идее. Но вот, тем не менее, они наложены, и сейчас будет реализация. Я уверен, что сейчас следующим этапом это будет подача исков, на первую сторону, Украины, которые будут, естественно, реализовываться. То есть выноситься результаты в пользу украинских решений, это могут быть какие-то миллиарды долларов, которые потом в итоге будут списывать с тех самых золотой валютных резервов или через реализацию имущества, которые есть на этих территориях. То есть мы в состоянии войны, и здесь, если вопрос, что будет хуже, хуже то, что это юридическое последствие, это юридические действия, за которым последует уже право применения. То есть реализация имущества, и вот это все, как сказал Путин, это мы так далеко зайдем. То есть, естественно, Россия тоже пойдет на национализацию каких-то объектов иностранных, то есть баш за баш, и вот в итоге у нас будет какая-то кутерьма. Ну и плюс, не забываем, что для всех российских компаний наступают тяжелые времена, в случае дефолта, естественно, они ухудшатся, потому что стран могут запретить какие-либо операции на территории этих стран. То есть тебе вообще заблокируют счета, и ты не можешь никакой деятельности вести, даже вот поддерживающую деятельность, то есть уборщица даже не сможешь заплатить, условно говоря. Не говоря о том, что надо заключать какие-то контракты, нужно их страховать, эти контракты, страховые компании, естественно, будут отказываться. В общем, полный разрыв отношений идет, полный разрыв отношений. По вашей рекомендации купил 4 ноября 2021 года Vertex, за что очень признателен. Когда продавать? 162% от первой волны было бы 350 долларов примерно, и есть опасения, не дойдем, спасибо, и хорошо отдохнуть. Ну, лично я зафиксировал по 274, не потому что не верю в Vertex, Vertex отличная компания, я ее покупал, у меня в среднем получал где-то 108-185, вышел по 274. Почему вышел? Ну, просто я уже не верю в то, что рынки сильно вырастут в ближайшей перспективе, а то упасть могут, поэтому почему бы не зафиксировать удачную сделку. Я понимаю, что она может на инерции еще пройти и на 350, например, на 320, но может и не пройти, но может и не пройти. Поэтому, ну, зачем рисковать? В итоге мы, скорее всего, влетим в рецессию, и цены после рецессии будут ниже, чем текущие уровни, скорее всего. То есть я планирую восстановить Vertex ниже, насколько ниже, не знаю, может быть на 220, может быть на 230, может быть на 200, тут зависит от того, откуда начнем падать. Если мы сначала дойдем до 400, а потом будем падать на 300, оттуда уже, ну, придется восстанавливать по 300, ладно, я в этом готов, но просто я не готов сейчас брать на себя риски в текущий момент. Vertex отличная компания, у нее растет денежный поток, но когда падают все рынки, когда на улице рецессия, то ни одна компания не удержится, они все будут валиться вниз. Это очевидный факт, поэтому не хотелось терять прибыль. Следующий вопрос, если бы могли выбирать, в какой стране жить, то что бы выбрали с точки зрения беженцев? Безопасность, уровень жизни и моря. Запасов денег почти нет, 2-3 тысячи долларов. Может, Канада, Австралия, Европа, Азия. Если профессия паркетчика, работу найду в любой точке мира. Смотрите, я вам советую выбирать те страны, где хорошая социальная обеспеченность. Сейчас, в принципе, если вы из Украины, то для беженцев сейчас практически во всех странах европейских есть какие-то программы, где вам дают какие-то документы, может быть, даже какие-то там льготы по трудоустройству. Или еще что-то типа того. Но везде они разные. Я вам советую просто сделать ресерч. Если дают документы, то лучше, наверное, искать страны там, где дают документы, например, на 2 года, а не на 3 месяца. Как в Андорре, по-моему. Или что дают, например, жилье непосредственно проживание, а не талоны на еду, как в Андорре, например. То есть есть разные страны. Ну, из того, что я слышал, наверное, прежде всего посмотрите с северные страны типа Швеции, возможно, Германия, где традиционное социальное обеспечение достаточно высокое. В общем, эти страны еще могут. Но сейчас перегруженность определенная есть. И в тех странах, куда сейчас беженцы идут, там, конечно, уже недовольство зыреет, поэтому лучше не тормозить. Австралия точно нет. Почему? Почему? Потому что вы туда просто не доедете. 2-3 тысячи долларов туда билет сколько стоит, вы сами понимаете, да? И плюс в Австралии есть такая фишка, вот они завтра откажутся от беженцев, вывезут вас на какой-то остров, как они обычно с беженцами делают, и вы там будете жить. И оттуда уже, ну, как в тюрьме, вы оттуда уже не сможете ехать. И никто вас не спасет. То есть Австралия это точно не вариант, на мой взгляд. Канада очень дорогая страна, очень дорогая. Поэтому, не знаю, как беженцу, если там только какие-то стопудовые программы есть, и опять-таки, то надо долететь. У вас ваших денег не хватит, чтобы полноценно туда добраться. Поэтому в вашем варианте, наверное, оптимально либо Европа, либо Азия. Азия, ну, не знаю, там низкий уровень жизни, низкий уровень социального обеспечения обычно. Поэтому, наверное, остается Европа, а в Европе вот северные страны. Ну, что касается самой этой идеи, я думаю, я считаю, что это правильно, потому что сейчас надо спасать свое положение. Подальше от тех мест, где стреляют, где убивают и прочее. Это очевидное, по-моему, решение. Я лично за. Я считаю, что человеческая жизнь, она бесцена. И здесь не надо, не надо там сейчас вот поливать мне там патриотизмом, куда-то там побежал. Нет, ребят, жизнь одна, и хочется ее прожить по-человечески. И поэтому, если сложилась такая ситуация, нужно от нее убежать. Можно потом вернуться, если все наладится. Но сейчас, как конкретно сейчас, нужно безопасное место. И место, где ты сможешь поддерживать свой уровень жизнедеятельности. Следующий вопрос. Тебя там не обижают из-за санкций? Пока нет. Я ко всему готов, честно говоря, потому что всякое может быть. Я не могу гарантировать. Тем более, Европа есть история определенная, что вот жили все нормально, а завтра Херакс и Гитлер пришел, условно говоря. То есть такое может быть. Поэтому здесь я пока ничего такого не испытываю, но есть уже определенные последствия финансовые. То есть нам запрещают, допустим, какие-то финансовые операции с Россией, с Украиной, с Белоруссией. Итак, следующий вопрос. Рынок близок к обвалу, кэш съедает, инфляция. В чем сохранить капитал? Ну, лично я ставку делаю на недвижимость. Причем лучше недвижимость выбирает ту, где ты живешь. Вот я выбираю наранскую недвижимость. Если вы живете в России, российская недвижимость. Если вы живете в Украине, не знаю, честно говоря. Вот что сейчас там с недвижимостью, мы понимаем, ситуация сложная. Что касается европейских стран, то же самое. То есть европейская недвижимость, она дорогая, но нам будет, скорее всего, дорожать. Потому что недвижимость – это естественный объект, который абсормирует инфляцию. Что касается кэша, много кэша лучше не держать. Я вам вообще советую, сейчас будет большая инфляция везде. И если вы запланировали какие-то траты, допустим, вы хотели отремонтировать дом, или вы хотели купить квартиру, или вы хотели починить все зубы, или сделать операцию, или купить, например, у вас поездка скоро будет, через полгода. Купить это сейчас. То есть очевидно, что цены растут, и лучше их употреблять. Опять-таки, это в условиях, если у вас есть заначка. Потому что если у вас совсем кризис-ликвидность, не надо сейчас пойти слушать Димана и тратить все свои деньги. Нет. В этой ситуации лучше, конечно, иметь какой-то непрекостоянный запас именно в кэше. Да, он тает, но он нужен, потому что вам нужны деньги. И желательно, наверное, лучше наличные сейчас держать, потому что с этим банком хер его знает, чего завтра они придумают, там, заблокируют карты, и будешь потом выковыривать эти деньги оттуда, как сможешь. Поэтому лучше, наверное, какой-то кэш уже держать непосредственно под подушкой, такой весистый, если у кого есть возможность. Запасаемся. Еще один вопрос. Стоит ли покупать Кэллок, Колгейт, Кимберли Кларк или Юни Левер? Ну вот из этих бумаг я купил Колгейт и Юни Левер. Я считаю, что эти компании могут абсорбировать инфляцию, поэтому почему бы их не купить? Может быть, я их зафиксирую в ближайшее время, я не знаю, потому что я прямо на флавке сижу, поступает информация уже такая противоречивая. Недавно Bank of America написала свой обзор, что они ждут рецессии в этом году, что индекс идет ниже 4000 пунктов, что PMI идет ниже 50, что будет большая жопа. Ну вот Deutsche Bank говорит в 23-м году, Bank of America в 22-м. Уже как бы стремновато сидеть, поэтому в любой момент могу зафиксировать, но пока держу, пока держу. Она, в принципе, прибыли, и лейтсайкл вроде бы пока продолжается, но может оборваться в любой момент. Вообще сейчас кэш тоже трэш, поэтому если уж держать активы, то, наверное, вот в таких бумагах, которые абсорбируют инфляцию. Следующий вопрос. Дмитрий, вы на рынке очень давно, когда вы только начинали, не было приложений в телефоне, всякими удобными инструментами аналитики. Как проходила ваша торговля? Страдала ли эффективность от несовершенности инструментов? Хорошего вам отдыха и спасибо за ваше время. Ну, у меня прошлое разное было. Я торговал внутри дня и опционами, и инвестировал, в общем, по-разному. И там везде разный ресерч. Ну, я никогда не страдал от отсутствия аналитики. Помните, что на рынке всегда есть элемент случайности, всегда есть элемент игры. Если ты идеально все проанализировал, разложил по полочкам, это не значит, что ты получишь положительный финансовый результат. То есть, все равно итоговый результат, он немножко случайный. Были, да, были какие-то форумы, были какие-то ветки, были обычные графики. Обычный график учитывает все, цена учитывает все, поэтому часто хватало просто графика. В торговле его, в принципе, может хватать. Ну, и, с другой стороны, были терминалы, если американские, то там всегда были нормальные варианты аналитики. Так что никогда от этого не страдал. Сейчас это просто стало легче с точки зрения житейской. Там, алерт, там он поставит, и там все приходит, пикает. Это все удобно. Раньше тебе приходилось больше тратить на организацию этого всего. С другой стороны, тогда не было столько роботов, как сейчас. Сейчас роботы там молотят, и ты не получаешь тех возможностей, которые были раньше. Раньше были больше арбитражных возможностей, каких-то неэффективностей, которые ты там тему получил, и ты можешь ее там дать, условно говоря, 4 месяца. Здесь ничего не происходит. То есть, как только она появляется, какая-то неэффективность сразу моментально она закрывается. Поэтому приходится работать обычно направленные стратегии. А это, в принципе, всегда случайность. Антон спрашивает, где будете спасаться от рецессии? Акции, защитный сектор, кэш, недвижка. Ну, я уже сказал, недвижка у меня больше 50%. Кэш, трейдинг. То есть, я сейчас планирую потихоньку закрывать свой инвестиционный портфель, потому что лейтсайкл, я обычно так делаю. И перехожу в режим трейдинга. Так получилось, что я основные свои деньги заработал на шортах, поэтому планирую в этот раз рецессию не пропустить. По традиции, первый удар я пропущу, потому что начало первого удара никто не предскажет, по крайней мере, прям гениально точно. А вот уже на второй волне снижения можно уже неплохо прокатиться, с большей вероятностью, когда будет известен такой фон внешний, инвестиционный и информационный. И тогда проще будет решиться на какую-то крупную сделку в шорт. Но я никому не советую шорты, потому что это очень опасно, нужен большой опыт и понимание как минимум технического анализа, потому что там надо очень точно встать. Мало предсказать плохую ситуацию, встать в шорт. Важно удержаться в этом рынке, важно, чтобы тебя не выбило по стопу. Здесь нужны торговые навыки прежде всего или знание опционной торговли. Ну и последний вопрос. Дмитрий, хорошего отдыха. Будет круто, если чуть подробнее и системнее расскажешь свою стратегию сейчас в кризис. Конкретно, первое. Сейчас у тебя есть опцион хедж. На какой процент, адепо, почему столько? Ну, пока этот хедж, он частичный, но он хеджирует зону определенную. Так как, если я хотел бы захеджировать его от текущего уровня, прям вот чтобы вот, если даже на 10% откатит, я буду полный хеджированный портфель, этот хедж стоил бы очень дорого, очевидно. Поэтому я сейчас делаю такой небольшой трюк. Я покупаю очень дешевый хедж, который стоит очень дешево, но при этом он не хеджирует вот начальный этап падения, он хеджирует конечный этап падения. То есть, условно говоря, в районе там 3 500, 3 200, S&P 500 или там 2 800, он даст мне полную отдачу и закроет мои расходы по портфелю, который просядет в тот момент. То есть, это такой дальний хедж. А ближний хедж пока работает только фичами. И он эпизодический, я боюсь его постоянно держать, потому что если ты будешь его глухо закроешь свой счет и постоянно будешь держать, ты не получишь прибыли при росте. И какой смысл в этом? Ну, и что касается моих текущих позиций, помимо инвестиционного счета, который переструктурируется тоже, потому что я больше туда добавляю таких вот защитных активов и закрываю по возможности те активы, которые уже выросли, которые дали мне прибыль, я открываю шорты по очень плохим бумагам. Ну, например, General Electric я зашортил. Опять-таки, шорт не в лоб, то есть шорты такие хитрые, опционные, но если вдруг сильно ливанет на всем рынке, я думаю, плохие компании прежде всего обрушатся. У этих компаний проблемы с долгами, с обслуживанием этого долга, то, что сейчас еще идет и повышение ставки, и сокращение ликвидности, что еще ухудшит их ситуацию с ликвидностью. Вот я такие компании сейчас предпочитаю, чтобы в случае резкого падения эти компании сделали большее движение вниз и дали дополнительные... Вот эти вот спекулятивные позиции, они, по сути, являются тоже хеджирующими, потому что они дадут положительный приток. Второй вопрос. Как планируешь менять структуру портфеля по ходу развития пятой волны? При каких конкретно триггерах что будешь делать? Очень хочется уже свалить совсем нахрен, но, к сожалению, не получается, потому что есть бумаги, которые сильно просели, как у многих, и не хочется прям совсем от них избавляться. Они такие дальние горизонты, там биотехи какие-то. То есть что-то все равно оставлю. То есть я думаю, что процентов на 30 у меня точно портфель останется на рецессию, скорее всего. Ну, может, в том числе и вынуждены, может быть, это малодушие какое-то, но не хочется просто там фиксировать лоси там под 85%, например. У меня есть там бумаги, которые очень сильно просели, и они валяются там. Ну, зачем мне ее фиксировать? Пускай она там уже отлежится, и на следующем цикле как-то она выросла. Ну, и плюс биотехи, они ходят немножко против рынка, и я думаю, что неплохо иметь такие активы, которые не сильно коррелируют с индексом. Если будут какие-то FDA-события, они могут сделать там плюс 30-40% даже на падающем от рецессии рынке. Ну, и плюс хотелось бы оставить какие-то бумаги, которые, во-первых, имеют длинный горизонт удержания. Например, Amazon, там такие крупные компании, которые продолжают генерировать кэшфлоу. Плюс защитные активы, которые абсорбируют инфляцию, которые имеют хороший кэшфлоу тоже во время рецессии, и можно пересидеть в них. Даже когда падают их котировки, можно наслаждаться их дивидендами. То есть дивиденды бумаги тоже здесь можно держать. Ну, в общем, что-то останется точно в портфеле, а что-то точно будет сокращаться. Ну, и еще один под вопрос. Будешь ли ты диверсифицировать по другим странам, не США, и почему? Хочется залезть каким-то образом в Китай, но я уже один раз пытался, и это оказалось очень плохой затеей. Там просели бумаги. У меня его немного слабого было. Еще раз спасибо Николаю Лавилу, который помог мне разобраться в этой ситуации. Я прям хотел реально процентов на 30 загрузиться, в итоге загрузил столько процентов на 5, и от этих 5% осталось там процента 3. На 50% они просели, и нахрен надо. Сейчас хочется нащупать какой-то вариант работы с азиатскими компаниями, но на их площадках уже, то есть не чтобы избежать риска делистинга. Но, мне кажется, лучше это сделать после рецессии. То есть сейчас рецессии будет, я думаю, все страны будут падать, и азиатские в том числе. А вот когда они там совсем на пол упадут, можно что-то начать подбирать оттуда. Европейцы мне сейчас вообще не интересны, потому что текущая инфляция, текущая промышленная инфляция, прежде всего, это просто, ну, там будет большое-большое разорение, на мой взгляд. То есть европейские бумаги сейчас вообще не интересны. В принципе, не по крайней мере. Американские очень дорогие, и тоже опасно. Там тоже инфляция, муховик раскручивается. А вот азиатские некоторые страны... Например, в Китае вообще практически нет сильной инфляции. И, по идее, это можно найти какие-то внутренние компании, которые работают на внутреннем рынке, и которые работают именно на внутреннем потребительском рынке. И можно вкладывать в них. Многие из них стоят дешево. Потребительский рынок растет стабильно, там по 8-9% в год китайский. Ну, да, они упадут, но зато можно на следующий цикл уже набрать неплохой портфель. Да, сейчас очень опасная вещь вклада к тому, что может произойти все, что угодно на Тайване. Тайвань, это черный лебедь может быть и для китайских компаний, потому что они пострадают от ответных санкций наверняка, и для, в принципе, мировых лидеров, потому что на Тайване производится, как мы знаем, большое количество полупроводников. И это сильно влияет на всю экономику. Пришло время становиться опять спекулянтом, куда я, собственно говоря, и смещаюсь. Надеюсь, данное видео вам было полезно. Ставим лайк, подписываемся на канал, и увидимся в следующем видео. Надеюсь, я скоро вернусь уже из отпуска, и мы продолжим наши эфиры. Всем пока!